Несмотря на период самоизоляции, ребята из молодежного театра первопроходца на месте не сидели. Репетировали новые номера онлайн, готовили в домашних условиях декорации. По словам художественного руководителя молодежного театра Дарьи Докукиной, это непростое время они провели с пользой, хотя было нелегко. Ребята учились полдня онлайн в школе, а потом точно так же на репетиции приходили заниматься в тот же самый Zoom или Discord. Не хватало движения, у нас же очень много есть хореографических занятий и двигательных. Вообще театр, как сказать, был статичен. Мы могли только читать произведения, учить слова, снимать какие-то короткие видеоролики, но в действии очень мало было возможности себя опробовать. Губернаторская премия «Мы рядом» присуждается самым неравнодушным и активным жителям округа. Конечно же, ребята из молодежного театра первопроходца не могли остаться в стороне и попытать свое счастье в этом конкурсе. Я отправила отчет за год, что сделал наш театр, потому что в 2019 году мы успели сделать очень многое. Мы поучаствовали в МАКСе и выступали со спектаклями, проводили детские благотворительные праздники. А уже в 2020 году, когда начался карантин, мы не прекращали свою работу и продолжали заниматься, встречаться онлайн, в зуме, в дискорде и продолжали репетиции. Тем самым дети, которые занимаются у меня в театре, они были заняты на постоянную, они не оставались без внимания. В прошлом году Дарья отправляла работу на премию «Наша Подмосковья». В стенах Раменского историко-художественного музея ребята из молодежного театра представляли инсталляцию под названием «Слово войны». Она у нас проходила в три дня и была посвящена Великой Отечественной войне. И тоже дети трудились, как настоящие актеры, по несколько показов в день отыгрывали. Это было замечательное мероприятие, ребятам очень понравилось. Они под большим впечатлением остались после этой такой актерской работы. В этом году Дарья особо на победу не рассчитывает. Однако, если ребятам из молодежного театра удастся стать лауреатами, денежные средства пойдут на творческое развитие ребят. Люди должны голосовать за то, что они считают важным и нужным. Если вам нравится идея молодежного театра, если вы были на наших выступлениях, то голосуйте, пожалуйста. Если нет, там много достойных, хороших проектов, много волонтерских проектов, которые помогали во время карантина. Очень достойные проекты там. Сергей Григорьев, Дмитрий Крунов, Егор Кабанов. Для программы «Городские вести». Спасибо.